всем привет с вами Ольга Чернова моя огородная азбука сегодня по-прежнему 21 апреля и вот сегодня я уже снимала два видео про золотые правила подкормки чем отличается листовая от корневой и я говорила что с утра пришла поработать в теплицу вот вставляю колышки подвязываю и обычно мы всегда я вам показывала эти как ряды с центрального прохода но сейчас так как я здесь работаю и я прям нахожусь вот на этой грядке я хочу вам показать вот с этого ракурса мы ни разу еще отсюда не смотрели и почему я зачем я это делаю для того чтобы вы убедились что несмотря на то что тут у меня целых два ряда проход очень большой несмотря на моё крупное телосложение здесь я спокойно хожу и подвязываю и пасынкую и томаты я вот здесь отсюда подселенцев убрала сейчас я пройдусь но я уже тут начала подвяжу удалю нижние листья пасынки удалю и потом уже на эту дорожку я поставлю теперь не в стаканчиках а лотки с маленькими-маленькими 200 граммовыми стаканчиками с теми которые будут у меня здесь доращиваться уже для открытого грунта здесь которые здоровые стояли сейчас я вам покажу ой сейчас развернемся вот эти которые стояли тут больших 500 граммовых стаканчиках видите они уже толстые хорошие они уже все с цветочными кистями но все вообще я сегодня проверила их я убираю для высадки в теплицу вот сегодня я начала высаживать в ту теплицу которая совсем холодная дырявая я уже говорила и сегодня же мне позвонили сказали что но с транспортной компании сказали что приехала моя теплица так что эти вот здоровые будут для теплицы старые с дырками и для теплицы новой который я снимала видео что это теплица моей мечты ну вот к этому времени у меня уже эти выросли эти выросли и здесь будут стоять маленькие те которые для открытого грунта их тоже нужно доращивать они тоже должны растолстеть возмужать и чтобы в открытый грунт я их высадила тоже в хорошем состоянии и с цветочными бутонами сейчас я слезу отсюда но в центральный проход туда уйду и покажу как преображается вот этот крайний ряд пока здесь стояли квартиранты на доращивание показать вот этот край крайний ряд было очень сложно сейчас когда я все лишнее убрала и он открылся я с радостью могу вам сказать что крайний ряд насчет которого я беспокоилась что это у меня северная сторона самая холодная они тоже выросли превратились в очень хороших таких ну кусты хорошие добрые толстые хорошие уже тоже все собираются цвести видите все с завязью и вот что я делаю я также втыкаю поле от под колышек воткнула видите он уже обросший там уже пасынки все сейчас удалю нижние листья которые касаются земли удалю все пасынки и у меня у коли уже мешают и у меня они будут выглядеть вот так и подтянул и теперь каждые два томатика будут строго зафиксированы к одному колышку и так я их буду дальше вести выше 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 все конечно потому что я их высаживала в самую последнюю очередь вы видите что разница между первым рядом который я высадила раньше и тем рядом разница большая вот это еще разница в посевах вот эти которые этот ряд и этот они немного раньше сеяны эти уже более поздний посев и так как высадила позже и там холоднее они чуть отстают но летом это все выравняется все сравняется вот это я сейчас вам рассказала что крайний ряд только ставлю коли подвязываю а вот эти я сейчас уже буду второй ряд ой второй раз подвязывать и сейчас в отдельном видео я все вам подробно расскажу эти уже у них по три кисти все краткий обзор закончила сейчас перейдем к практическим занятиям